Привет! Приглашаем вас на наш канал Моя Семья. С нами вы увидите, как живет простая семья у моря. Вы увидите не только жизнь, но и отдых по Черноморскому побережью, а также полезные рецепты, покупки, обзоры, совместные развлечения. Все это вы найдете на нашем канале. Добро пожаловать на наш канал. Ссылку на канал вы найдете под этим видео. Переходите и подписывайтесь. Всем привет, ребята! Таким бодрым голосом начала и продолжаю, что не совсем бодрым. Сейчас у нас на часах, сейчас даже прям скажу, сколько бороться. Девять часов почти. И мы с вами, кто смотрел нашу предыдущую серию, выдвигаемся на озеро Ильчир. Оно находится в горах Саянах, в ущелье, вернее, между горами, где уже лежит снег, скорее всего. Доберемся ли мы туда? Сейчас 3 сентября, не знаем. В футболках. Да, ну на улице тоже прохладно. Одежда у нас вся сверху в машине. Уже ночевать собираемся там. Нам 172 километра до озера. Да, оставайтесь с нами и давайте мы вам покажем, какая крутая дорога, ведущая в горы. Мы уже назад будем ехать, будем снимать ее. Днем, а сейчас будем снимать ночью ее. Ночью и днем это немножко разное это. Разная картина масла. Ночью это, о, помнишь, мы за Черника ехали? Ночью один вид, днем совершенно другой вид. Ночью, знаешь, как-то так не совсем рисковать хочется где-то. Вот, поэтому сейчас посмотрим, не знаю, проложено ли туда. Но Алиса, по крайней мере, дала туда доехать. Поэтому надеемся, что там более-менее нормальная дорога. Пограничники, надеюсь, пропустят нас. Ну, сейчас посмотрим. Очень приятного аппетита, Боречка. Дети уже поели, мы просто сейчас с Борей доедаем уже и будем выдвигаться в путь. Дорога хорошая, федеральная трасса. Пока едем нормально, не снижая скорость. Ну, где вот села, там приходится скидывать. Но здесь их немного, или много будет? Хорбяты. Хорбяты мы проехали, вот, или Хорбяты. Где-нигде села. Ну, а так, в принципе, очень хорошая трасса, мне это уже нравится. Ну, до Монтов, скорее всего, она такая и будет. Потому что в Монголию идет она. А вот направо мы на озеро будем сворачивать. Там уже, конечно, я немножко побаиваюсь, честно. Проезжаем Кюрен. Я смотрю, откуда здесь такое освещение-то, а? Это какой-то областной центр. Что у них здесь местный? Ну, наверное, муниципальный. О, тут раз нефть есть. Хорошо. И заправка, и все здесь есть. И освещенная такая дорога. Мне прям это нравится. У нас спереди спящие коровы прямо на дороге. Видно вам, да? Вот мы проехали, а вот еще одна на это не видно. Ну, короче, прямо на дороге я... А как раз мы с Борей едем и общаемся. Говорю, Боря, ты знаешь, такая местность, что здесь прямо коровы спят на дорогах и лошади. А он, я себе навигатор для этого поставил, чтобы мне было все видно. Я говорю, а он подсказывает коровы и лошади? Нет. Говорю, поэтому я тебе говорю, что здесь коровы и лошади. И тут буквально мы поворачиваем за поворот и стоят две коровы на дороге. Нет, тут просто ремонт дороги. Нету разметки, нету знаков. Я имею в виду, что поворот показывает. Я хоть смотрю на навигатор, смотрю, у меня сейчас будет поворот налево. Я его ожидаю или там направо. А так едешь, черное, все, ничего не видно, ничего не понятно. Мы только что изучили дорогу еще подробнее. Где какие повороты, чтобы доехать правильно до этого озера. Чтобы никуда не свернуть в другое место нам. Ну и вот, конечно, здесь нужно быть... Ой, у нас прям это... Не поймала камера. Молнии, молнии спереди. Просто одна за одной. В горах идет снег. В горах всех идет? Да. Гроза со снегом. Грозовой... Это снежная гроза. Грозный снег. Грозный снег, точно. Почему тут в темноте особо болтаем и болтаем? Нормально, вон 112, звони и сразу приедем. Чтобы грозу очага берите или лошадей убрать. Да. Здесь дорога без разметки идет, без ничего. Правда, хорошая дорога, гладкая. Но здесь не успели разметку сделать, потому что ремонтные работы. Ремонтные работы. Видишь, вот сняли верхнюю часть. Да. Короче, дорога без верхней части, по которой мы едем. Вот так вот. Грозный снег. Дорога без верхней части. Это, собственно, название семьи Бровченко. Вышедший из наших мост в период усталости и такого темного времени. Тункинского общения. Да. Да здравствует хорошая дорога. Ага. Мы тут едем с Борей, восхищаемся дорогой. Как будто в европейской части России. Просто широкая. Они на границе с Монголией. Где-то на краю там, да, в стране. Вообще. А мы тут в Боре рассуждаем. Может, она из-за этого такая шикарная, что здесь мало кто ездит, и ее не разбивают. Матушки, латушки, где были у бабушки. А что? А что? Кашку. А что? Молока, чашку. У нас, скажи, физразминка. Физразминка. Потому что мы, скажи, сидим, полдня мы сидим, и у нас что, разминка. И у нас что, разминка. Как там? Пятиминутка, да, говорят? Скажи, у нас... Вот, покажи, покажи всем. Пятиминутка. Скажи, пять. Вот так. Пятиминутка. Вот так. Да? Мы едем, пошел дождь. На камеру бы не видно, но он есть. Знаете, как раз, суслик есть? Не, а он... Видно же? Не, а он есть. Вот так же дождь. Идет, идет дождь. Хорошенький такой. Надеемся, что он кратковременный. Не знаю, видно здесь или нет, но от асфальта идет такой пар, как будто мы в туче плывем. В тумане. В тумане в таком, да. Так красиво. Дождь закончился. Дождь закончился, а асфальт парует, мы говорим. Вообще красота. Не знаю, передается это пара или нет, но прям, если передаст, вообще будет классно. Монде. Все, объезжаем в Монде. Здесь стоят пограничники. Сейчас будут нас проверять. Снимать не буду, но вряд ли можно. Вот так вот сниму, пока Боря свет не включил, пока они нас не видят. Погранцы. Ну что, забрали у нас паспорта и пошли, Боря, тебя не видно, пошли нас оформлять. Поспрашивали, сколько детям лет, сказали, в базу внесут. И поедем дальше. И будем ехать дальше. Ура, нас пропускают. Уезжаем. Да, Боря? Поехали в путь-дорожку. В ночи. Под покрывом ночи, под покровом. А на выходе там уже погранцы, говорит. Если на Монголию ехать. Не, ну там таможня. Таможня, вернее. Но это уже перед Монголией. Ну так а мы туда не едем. А мы туда не едем, поэтому нас только здесь. Проверили. Выезжаем мы из Монда. Заправка и направо на Орлик. Сейчас Боречка заправится. Если тут здесь кто-то есть. Как ты думаешь, есть здесь кто-то? Такое чувство, будто здесь... Нет, если машина стоит, значит есть. Не жилое. Где машина? А, здесь Роснефть. Из заправки сразу на Орлик. Окинский район. Сейчас посмотрим, какая здесь дорога будет. Я думаю, здесь будет классная, шикарная дорога. Красная, шикарная грунтовка. Там здравствует грунтовка. 42 километра прямо. Ай-яй-яй, грунтовка. Я думала, все-таки будет это. Асфальт. Если вот так 60 километров ехать, а 42, то это прям жестко. Радует то, что дорога широкая и без выбоев. Пока вот такая хорошая широкая дорога. Каменистая. Ну, не каменистая, а щебенка на ней. Чуть дальше началась дорога с выбоевами. Пока терпимыми. Но еще можно 55 километров ехать. Более до 55 километров в час пока едет по ней. Булкой. А дальше посмотрим. Мы еще здесь и не одни. А он, наверное, тоже думает, слушай, кто это такие? Чего они туда едут? Главное, я откуда. Это, скорее всего, они из озера Сельчира. Забрызгал. Забрызгал, да? Ну, я что-то хорошо по хуже отпрошелся. Короче, ребята, мы здесь не одни. Здесь даже ремонтные дороги ведутся на мосту. В такую глушь забрались люди. Вот это да. Здесь даже столовая есть. И парковка, стоянка для путников. Окна горят. Смотрите. Вот так вот, перевалочная база вообще. До Орлика сто пять километров. Здесь город Мунка-Сардык. Саредак какой-то. Белый Иркут. Вот он, Белый Иркут. Река. Жаль, мы ее сейчас не увидим с вами. Есть черный Иркут, есть Белый Иркут. Мы вам покажем разницу между ними. А есть место их слияния. И там рядом сразу одновременно текут черный и белый Иркут. Вообще бомба, конечно. Видите, это святое место. Вот. Не видно, но здесь пишется святое место и какие-то построечки. Тут, оказывается, еще что-то есть, Боря. А мы это делали. 130 километров по такой дороге, мне что-то совершенно не улыбается ездить. Ну да, к Орлику здесь еще 130 километров отсюда. С этой точки, где мы сейчас едем. Это очень далеко. Это горы прям. Мы думали туда добраться, но уже в следующий раз далековато. Да, ну, если будем еще в этих краях. Но то, что мы видим ночью, то, что сейчас невозможно передать камерой, то, что выхватывает фары рядом с нами, это так красиво. Какие-то скалы вокруг нас, горы. Ой, ребята, будем завтра ехать назад, будем все снимать. Вот так, ребята. Здесь даже указатели стоят. Плывем наверх первой передачи. Да. Поворачиваем. Нам Алиса здесь помогает разъезжать. Национальный парк Шумак. Оказывается, вот куда мы поворачиваем. Прямо 21 километр. Да, и 21 километр еще до озера. Ой, слушай, здесь дорога даже лучше. Как будто бы. Мы где-то по вершине гряды едем. Мы вылезли на гряду, а теперь сверху едем по ней. Вот это здесь дорога классная. Почти асфальт. Почти асфальт. Казалось бы, наоборот, это поворот куда-то в сторону. А здесь прям очень широкая, очень ровная. Говорю, хоть 70 едем. Посмотрите, почти асфальт. Ну, я не знаю, передает камера или нет. Но прям я еду, наслаждаюсь. Потому что там дорога все сужалась и сужалась. Ущелье узенькое. А я думал, сейчас мы по ущелью 20 километров будем пилять и пилять до утра. А оказалось, что здесь дорога очень хорошая. Я думала, здесь еще хуже ущелье будет. А здесь оказалось лучше. Но завтра днем будем все наблюдать. Ну это все, отключаюсь. Куда отключаюсь, э, тетя? Алиса сказала все и не хочет нас везти дальше. Говорит, все. Мы тут подсмотрели, с правой стороны идет ущелье. И получается, дорога идет не внизу ущелья, а сверху, в стороне от ущелья. Где озеро, вообще понять не можем. Сейчас будем искать, где переночевать. Ехать дальше, скорее всего, немножко искать какую-то площадку. Там, видите, какой-то свет светится. Что за свет? Заходите к нам на оконье. Я говорю, может, там дом для путников какой-то, нет? Ну, сейчас вот спустимся как раз в склон от ущелья. Может, в ущелье вниз спустимся и к озеру как раз. Ой, ребята, даже не знаем, где тут ночевать. У вас тут все размыто. У нас тут такое чувство, как и... Должно быть озеро, озеро не видим. Озеро где-то внизу, справа, далеко. Я тут немного начинаю нервничать. Боря нашел дорогу в сторону. Скорее всего, озеро. Ну, там такой... Ну, если дорога, значит, ездит. Ой, ребята, уставшие мы очень. Вот, может, здесь и остановиться на этой стоянке. А завтра уже исследовать. Такая стояночка справа была. Короче, это, скорее всего, дорога к озеру ведет. Только здесь ночью ничего не понятно. То, что мы проезжали, конечно, ужасает своей красотой, вызывает восхищение и понимание, какие мы букашки. Вы поймете, когда мы будем днем снимать все. То, что мы тут краем глаза увидели ночью. Здесь все безопасно. Дороги безопасные. В принципе, пронакатанные. Все сделало правительство. Молодцы. Но то, что вокруг дорог находится, настолько красиво, настолько величественно. Ох, просто вещь. Впереди нас машина. Слева какие-то огоньки. То ли здесь стоянка для машин, то ли кемпинг какой-то. Непонятно совсем. Вот стоит машина. Мы не одни здесь такие. Скорее всего, там озеро идет. Непонятно. Куда мы, короче, приехали? Домик какой-то. Машины. А давай спросим. Там собака бегает. И кто-то с фонариком ходит. Короче, сейчас Боря с фонариком пойдет спрашивать. Там машины стоят. А может, это эти, кто охраняет это озеро здесь? Да. Рыбу с него ловит. Смотри, смотри. С булочками тоже сюда все ездят. Подсказали нам, куда ехать. Сказали, вот здесь за машиной до озера. Чуть-чуть осталось доехать. Вот, наверное, да, дорога? Да. Вот, дорога. Говорит, вы доберетесь. Поэтому правильно мы свернули. Главное теперь правильно еще остановиться. Никуда не заплыть. Машиной. Ориентироваться по дороге. Что-то прям совсем здесь. А, вот и озеро начинается, да? Только что-то колюшка какая-то. Лужа. Да ну, это же лужа какая-то. Ребята, мы восстановились у какой-то лужи. Стой, только ты туда не едь. Все, мы выбрали место для стоянки. Но вряд ли здесь, конечно, все видно. Буречка еще засвечивает. Фонариком. Боря включает нам печку и идет раскладывать палатку. Будем ложиться спать, ребят. До новых видео, до новых впечатлений. Завтра покажем, в каком месте мы остановились. Папочка нам разделил палатку. Я упаковала детей. Чтобы вы понимали, мы спим в шапке. Хотя на улице, я скажу так, холодно, но не минус точно. Упаковали, мы едем в Москву. Поэтому в шков, в теплой одежде дети спят. Здесь одеяло синтетическое. Плюс в спальнике внутри. В коконе. Вот видите, Боря спит. Видно, не видно? В коконе, короче. Плюс еще сверху укрыто одеяло. Так что ему тут тепло и хорошо. И ребята также. Кто-то из них прям в спальник укутан. Кто-то прям двойными одеялами. Паша даже вытянул руки. Так ему тепло, правда? Только вот так, смотри. Смотри. Сначала вот это синтетическое одеяло. Мы специально придумали так. Потом уже хлопковое. Вот там четыре ребенка. Ну, мы так и спали, в принципе. А Боречка здесь. А мы здесь будем. Тоже взяла нам спальник укрыться. Одеяло обычное. И покрывало синтетическое. Вот синтетические покрывала. Они не набирают влагу в себя. Если ими, ну, когда прохладно укрываться, очень-очень классно. И плюс спим мы тоже на синтетическом. Ну, и понятно, что в белье, в хлопковом, в ночнушках, в одежде. Вот, ребята, теплые поодевали. Кофты. По две кофты кто-то одел. По теплым штанам. В общем, укутались мы очень хорошо. Сейчас Боречка тоже спущусь вниз. Сейчас еще немножко с ним побудем, пообщаемся. И поднимемся, тоже будем спать. А вот так у нас сейчас в палатке. В палатке, если же говорю. В машине. Все с палатки Боря достал. Вот так выглядит мой муж. Смешно так выглядит. А вот там, видите, все ящиками-то эти все. Ну, там только разве что бы у Саши не доставили. Вот так все подоставляли. Дети уже заснули. Они сразу у нас обычно переходят спать. А мы любим еще перед сном прикусить. Они переходный возраст сразу. Да, они не ели бы сейчас. Даже им предложи. Они отсюда сразу туда перекочевали и быстро-быстро спать. А мы-то еще не засыпали. Мы уже проголодались. Они тут спали. А мы тут тряслись. Поэтому сели покушать. Ты скажи, пожалуйста, вот это сверху. Новое, малое, голоусное. Сверху что-то хотел сказать по поводу погоды. Какая температура, как ты думаешь? Радуси в 12. Радусов в 12 вердикт мужа. Ну да, примерно так. Ну это прохладно уже, но нормально. Ну так сейчас 2 часа ночи. Да. Я что-то думала, что у Граг будет хуже. Ну что? Я тоже думала, что будет больше. Будет это, будет минус, меньше, меньше, меньше будет. Больше холода. Больше холода, да. Да. В общем, давайте на этой будем вкусной ноте. Берите к холодильникам. Будем заканчивать видео. Мой тот. Наш, да. Наш рядышком с нами. Я здесь и чайок сделала. У нас этот, на ужин огурцы, хлебушек. И разнос. Бекон и чай. У кого что, я чай, я более без чая. Все. У меня вот чай. А, у тебя свой чай. Пока-пока. Будем прощаться. Пойдем спать. Мы так устали. Сколько ж пока мы будем сюда. Завтра вы. Завтра. Так, о чем мы не говорили еще сегодня пока. Давай прощайся, да. Пока. Мы на дороге ехали. А вечером потом. А еще в обед скажем разок. Уже обеда не будет. Все, уже завтра будем говорить пока. Так уже сегодня наступило. А то вчера было, а то сегодня. А то будет завтра. Что, пока нельзя сказать? Мы тут сидим ржом, извините за это. Без фотоаппарата, потому что уже уставшие. Ты прощаться собираешься или нет? Слитчат разглагольствует. Вот это уставший боли, чтобы вы знали. Прощаться собираешься? Прощай! Друг! Две минуты не могу снять, прощай. Две одиннадцать уже еще откатываю. Чего ты танцуешь? Просто не танец. Ой, не могу уснаться. Что? Мы такие уставшие. Уже мы тут такое вытворяем. Выключай, а то тапочком налыгну. Все, ребят, пока-пока, до завтра. Ну, все, ребят, пока. 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 Пока.